Сегодня участникам телепроекта «Дом-2» перестанет быть один из старейших людей на нашем проекте. Это Ольга Бузова. Ольга приняла это решение, мы долго её уговаривали, но я так понимаю, что решение это окончательно и сформированное. Да, Ольга? Это действительно так. Я сейчас вам объясню, девчонки. Ребят, я вас всех очень сильно люблю. Я на этом проекте живу уже пятый год, это будет пятый Новый год, которого я здесь встречала вместе с вами. Я пришла сюда 18 лет и 4 года я здесь жила, у меня были отношения, было всё. Я всех очень вас полюбила и взяла от проекта всё самое лучшее. Но наступает такой момент, когда я психологически понимаю, что верно для меня будет уйти, двигаться дальше. Я понимаю, что любовь я здесь не построю. Мне хочется быть желанной женщиной, я хочу иметь свой дом, семью. Я хочу развиваться творчески. У меня очень много планов на следующий год. И я верен, убеждена, что всё будет замечательно. Я хочу, как участница сегодня, покинуться. Есть люди, которые расстраиваются по этому поводу? Есть кто-то, кто хочет сказать? Скажите, пожалуйста. Виктория Красёва, хочу дать слово. Можечка моя! Ты меня шокировала. Ну вообще, я тебя очень люблю. Я тоже тебя люблю. Мы с тобой будем общаться. Конечно. Мы с тобой ни разу не ссорились. Я хочу подчеркнуть за то время, когда мы общались здесь на Доме-2. И я рада тому, что ты с позитивом уходишь. И ты осознанно приняла это решение. И, наконец, из стареньких осталась единственная я. Я тебя люблю. Ну да, Саша, люблю. Мне хочется сказать Оле Бузовой, что на самом деле, Оль, на солнце улетала на дельтаплане, а ты, наверное, летаешь как звёздочка, ты всегда хотела ей стать. Поэтому я знаю, что тебе всё получится за периметром. Ты так всё не ходила, ничего не сказала. Мы просили Ольгу хранить эту тайну. Она хотела вам рассказать честно, но мы хотели... Мы специально собрались здесь для этого. Рустам, есть что сказать? Рустам, ладно мы, но тебя, как Оля, оставляют. Вот так оставляют, бросают меня на произвол судьбы. Знаете, это последний из магикан, который свет какой-то шёл, сука, а вот это ты. Но если, Рустам, солнце плачет, то сейчас просто лето начнётся. Да самая змея, по словам твоей матери, которую ты пригрела на своей груди, очень жалеет. Ну что ж, даже если Рустам Солнцев плачет, то что же сейчас будет со Степаном Меньшиковым? Потому что, конечно, последние слова, прощальные слова Ольги Бузовой, как участницы телепроекта «Дом-2» я хочу услышать от Степана. Сейчас, хотя очень хочется, я хочу сказать, при всей Олиной, может быть, несерьёзности, как вам некоторым кажется, какой-то, может быть, легкомысленности, она очень серьёзный и надёжный человек. Спасибо. Ей можно доверять. Она даже не плачет. Впервые Бузова не плачет. Стёпа. Вот так и сейчас начнёт. Многое было ситуаций, когда Ольга проверялась в каких-то поступках, когда ей доверишь какую-то информацию, и эта информация всегда останется с ней. Спасибо. Мне очень важно такие слова слышать. Стёпа, ты останешься её другом? Ну, что же, вопрос? Будешь её поддерживать во всех начинаниях? Ну что ж, друзья, мне кажется, в Олиной ситуации, может быть, вот так, как обычно у нас это бывает, цинично и жёстко, но было важно узнать, кто же после того, как Ольга перестанет быть участником телепроекта «Дом-2», останется её друзьями. Потому что, как я уже не раз сказала, Оля больше не будет участницей телепроекта «Дом-2». Но у меня для тебя, Оля, есть очень хорошая новость. С этого момента на проекте «Дом-2» появляется третья ведущая. И это ведущая Ольга Бузова. Ура! Олечка! Мы тебя поздравляем от всей души. Иди сюда. Ксюха, вставай. Так, нам тут делать больше нечего. Ты теперь садишься сюда. Мы вас не оставляем, не надейтесь. Мы с Мурой не остаемся. Остаёмся. Но теперь будет Оля, которая будет вас тоже направлять, вам советовать и жить с вами. Держите. На самом деле, ребят, это правда, действительно. Спасибо. Ну всё, давай мы с краешку пока присядем, скажем ещё одну отводочку, и потом Бузова скажет нашу фирменную фразу по поводу рекламы на телепроекте «Дом-2», и что всё закончилось. Это все мои слова, да? Ну что ж, подведя итог этому году, давайте поблагодарим компанию «Мегафон» за прекрасную связь, которая соединяла наши сердца в течение всего года, соединяла город и поляну, и делала нас ближе друг к другу. И специально для тебя, Олечка, в твой первый день, чтобы он запомнился тебе, как твой первый день ведения телепроекта «Дом-2», студия пиродизайна «Агни» и театр «Огня» Карена Ферджуляна дарят тебе праздник. Наслаждайся!